Всем привет! Сегодня у нас EVANIX GTK 290. Это настоящий полноценный автомат, то есть он может стрелять как в автоматическом режиме, так и в полуавтоматическом. Работает он от электрической системы. Здесь у нас в прикладе установлен батарейный отсек длинный, который вынимается выкручиванием маленьких двух шестигранников буквально за 30 секунд. Вы вынимаете, когда он разрядился, заряжаете и вновь винтовка готова к стрельбе. Здесь находится включатель и выключатель режима. Красная кнопочка. Это предохранитель, а это ускоритель стрельбы, то есть можно стрелять, сделать, точнее, автоматический режим, то есть очередью надо будет стрелять или полуавтоматический, то есть последовательно вы нажимаете на спусковой крючок и совершаете выстрелы. В комплекте к винтовке идут два барабана, стандартный штуцер с резьбой 1,8, второй барабан и кучу различных планок вивер. Это очень интересная футуристическая винтовка. Похожа на такой какой-нибудь тактический карабин отряда специального назначения USA. Здесь планка вивер, здесь гладкая планка вивер, здесь ребристая, снизу две планки вивер, здесь уже установлена тактическая рукоять, за которую можно держаться, кстати, удобная, как бы если рассматривать аналогичные винтовки в буллпапе, тоже от Иваникс, то это наиболее удобная и, в принципе, с оптическим прицелом, особенно если установить его ближе к концу или ближе к началу, то будет лучше. Приклад также регулируется по высоте, вот здесь есть четыре шестигранника, с одной стороны два, и с моей стороны тоже два, пластиковая верхняя накладка. А сейчас мы установим оптический прицел. Валя! О, какой прицел! Ну, это Липерс 3,9х40, как мы видим, он идеально вылезает на среднем высоте кронштейнов, ничего не мешает, откидные крышечки. Собственно, это вот так выглядит. Довольно удобно все видно. Щека чуть-чуть упирается в верхнюю часть приклада. Она установлена на максимальную высоту, то есть под себя я бы пониже опустил, было бы еще удобней. Что тут еще можно? Можно, в принципе, можно прикрутить ЛЦУ. Теперь у нас есть ЛЦУ. Я установил его на нижнюю планку. Видно? Ну, собственно, можно прицеливаться на скорую руку с помощью ЛЦУ, а можно через оптический прицел. Тогда ЛЦУ можно отключить. В зависимости от предпочтений. Как я и уже говорил, у винтовки есть два типа стрельбы. Это автоматический и полуавтоматический. Это, собственно, полуавтоматический, когда мы стреляем по одному выстрелу два раза подряд. Если мы нажимаем курок полностью вдавливаем, то происходит только один выстрел. А это уже был автоматический огонь. То есть мы видим, какая скорострельность у винтовки. GTK 290 отличный вариант для тех, кто хочет стрелять быстро, точно и мощно. Покупайте в Охотника.NET.